Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам-ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня среда, и мы будем говорить о том, что происходит на финансовых рынках, на фондовом, на товарно-сырьевых площадках и, конечно, на рынке валютном. И поговорим, естественно, о том, что происходит на валютной секции Московской биржи, потому что, неоднократно это, видимо, уже звучало сегодня в нашем эфире, в эфире радиостанции Финам-ФМ, но я еще раз повторюсь, сегодня вновь рубль продолжит свое снижение, агрессивно сегодня это происходит, и уже годовые минимумы обновляются сегодня. В моменте я смотрю, что сейчас делается 35,90 доллар-рубль и 49,37 евро-рубль. Вот такая вот история. Собственно, поговорим и об этом тоже. Значит, давайте я начну с того, что с удовольствием представляю моих коллег, моих гостей. Сегодня в студии сухого остатка Богдан Зварич, независимый аналитик. Богдан, добрый день. Добрый день, Олег. И в студии Андрей Дергин, руководитель аналитического отдела Альфа Форекс. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, вы к нам, как всегда, можете присоединиться, позвонив по телефону 6510-996, код города 495. Также у нас есть сайт компании finam.fm. Можете написать, задать свои вопросы, либо комментарий текущей ситуации. Ну, ситуация, наверное, все-таки на валютном рынке, ситуации в паре доллар-рубль и евро-рубль. Наверняка это интересует большее количество наших слушателей. Ну что ж, давайте начнем. И, Богдан, первый вопрос тебе. Если позволишь, мы уже, к сожалению, ну, к моему сожалению, да, не так часто обсуждаем вот так вот, такой теплой компании, что происходит на финансовых рынках. Если можно, общий взгляд сейчас на ситуацию на российском рынке, в частности, ну и в целом на финансовых рынках. Если брать валютный рынок, то, собственно говоря, ситуация на нем не меняется уже на протяжении года. На протяжении года рубль ослабевает по отношению к обеим валютам. В феврале, собственно говоря, прошлого года началось ослабление по отношению к доллару с района где-то 30 рублей. И где-то чуть-чуть попозже, начиная с апреля месяца, началось ослабление по отношению к евро. Так что тренд, собственно говоря, да, о нем сейчас начали так очень активно говорить. Но, на самом деле, первый всплеск активного внимания к этому процессу был где-то, наверное, в августе-сентябре прошлого года, когда рубль достиг 33 рубля. Вернее, доллар достиг уровень 33 рубля. Ну и сейчас, конечно, вот этот взлет последний постновогодний. При этом стоит отметить, что на самом деле, во-первых, подбор... Благодан, извини, пожалуйста, мне показалось, с точки зрения спекулянта, да, вот мы сейчас смотрим уже год назад и говорим, вот по 30 рублей надо было доллар-то покупать. Как обычно это бывает. Это было бы великолепно. Дело в том, что на самом деле стоит отметить первый факт, что все валюты развивающихся рынков смотрятся плохо на протяжении и прошлого года, да, и, в принципе, в этом году они получше, чем рубль. Но на самом деле в прошлом году рубль был лучше, чем валюты других развивающихся рынков. В этом году, что называется, мы еще подогоняем. Да, здесь, собственно говоря, все сложилось таким образом, что все играет против рубля, и пока нет ничего, что могло бы, на мой взгляд, сломить эту тенденцию и вывести рубль, и сделать так, чтобы рубль начал укрепляться. Здесь дело в том, что, ну, во-первых, как я уже сказал, да, отношение к валютам развивающихся рынков плохое. Плюс у нас снижается сальдо торгового баланса. Соответственно, мы начинаем получать все меньше и меньше долларов, да, по сравнению с тем, что отвозим за границу. Плюс ЦБ делает все по тренду для того, чтобы отпустить рубль. Он об этом говорил. Он делает полномерные шаги для этого, и, соответственно, это подогревает спекулятивный интерес против рубля. Да, и, соответственно, вот все, что было сделано на протяжении, наверное, последнего полугода со стороны Центробанка, все, конечно, это подогревало. Плюс Минфин покупал у нас валюту на открытом рынке. Все играло, собственно говоря, против рубля. Ну, и, собственно говоря, мы видим сейчас там 35,8, да, по отношению к доллару. При этом, на самом деле, конечно, здесь есть и некие положительные моменты, потому что все-таки кому-то будет от этого хорошо. Например, нашим экспортнерам, у которых выручка в долларах, а расходы в рублях, да. Сейчас мы должны поговорить более детально. Кому будет хорошо с фамилиями, с именами и с адресами. Андрей, спасибо, Богдан. Андрей, твое мнение, что происходит на валютном рынке с рублем? На самом деле, ситуация неоднозначная. Я согласен с Богданом в том, что в прошлом году мы видели стремительную девалюацию курсов валют развивающихся стран, и рубль действительно догоняет. Тут есть, конечно, новость позитивная, то, что, в общем-то, наш регулятор, он стремится придать рублю такое рыночное движение, но, тем не менее, пока, наверное, подталкивает рубль к свободному плаванию, но несколько все-таки сдерживает падение, а подчас даже ускоряет его. Я напомню, что сейчас и Центробанк, и Минфин, они дали сигнал рынкам, что, в общем-то, в совокупности они будут покупать зарубежную валюту на сумму 200 миллионов долларов в день. Конечно, это играет на руку валютным спекулянтам, прежде всего крупным банкам. И тут следует отметить еще тот факт, что, начиная с апреля прошлого года, Центробанк активно рефинансировал долг банковского сектора. За последние полгода он вырос с 80 миллиардов до полутора триллионов рублей. Конечно же, это тоже развязывает руку банкам. Если есть канал дешевой ликвидности, то почему бы не воспользоваться, не сыграть против рубля? А если еще принимать во внимание то, что мы видим стремительное падение интереса к российским высокорискованным активам, речь идет о фондовом рынке, и еженедельно нам поступают сводки, как будто бы с фронта военных действий. Мы видим отток средств из фондов, которые инвестируют в российские ценные бумаги. Все это создает достаточно такое, наверное, негативное сейчас ощущение в отношении российского фондового рынка и в отношении российского валютного рынка. Но тут следует отметить, что та девальвация рубля свидетелями, которой мы стали в текущем году, она все-таки ограничена теми пресловутыми 20 процентами, на которые, в общем-то, и следовало рассчитывать. Сейчас рубль подходит, если брать единицу американской валюты, как раз 36 рублей за доллар. Это 20 процентов как раз. Да, а дальше, то есть... Андрюш, откуда цифры эти 20 процентов? Ну, в среднем, в прошлом году, если брать корзину валют развивающихся стран, я не беру такие экстремальные, как индонезийская рубля, которая очень сильно подешевела, то в среднем мы наблюдали снижение где-то на 20 процентов. Потом, понимаете, конечно, высокие цены на нефть и, в общем-то, достаточно солидная подушка финансовой безопасности, которая есть у российского правительства, она каким-то образом все-таки сдерживала, наверное, все вот эти вот действия Центробанка, которые, конечно, мы были в избирательном цикле совсем недавно. Конечно, Центробанк не мог девальвировать российские рубли. В то время, да, по крайней мере. Да, да. Поэтому сейчас, в общем-то, мы наблюдаем такую запоздалую реакцию. И по последним движениям и намекам, которые поступают и из российского Центробанка, и из Министерства финансов, у меня создается такое ощущение, что, в общем-то, регуляторы, они поддерживают эту девальвацию. Другой вопрос. Насколько это будет выгодно экспортерам? И насколько это будет, в общем-то, позитивным явлением для российской экономики, это остается вопросом, поскольку январские данные по конъюнктуре экономики в России, они были провальными. И сейчас, конечно, ну, с одной стороны, мы видим, что, наверное, это позитивный момент, что российская экономика, она тесно интегрирована в мировую экономику. Это все-таки плюс. И также плюсом является то, что, в общем-то, и Центробанк, и Министерство финансов, они все-таки являются приверженными рыночным методам. И не происходит у нас девальвация в одной части, как произошла, например, в Казахстане, когда ТНГ подешевел на 20% на один... Просто объявили об этом, да? Да, да, то есть у нас все-таки это все происходит медленно, то есть шоковых таких, наверное, явлений мы пока не наблюдаем. Но я думаю, что мы сейчас уже приблизились к тому важному психологическому уровню, за который вряд ли рубль выйдет. Это ты имеешь в виду 36 по доллару, да? Да, да, да. И 50 по евро. Да, круглые такие, круглые цифры. Ну, знаете, когда-то 23 рубля за доллар, понимаете? Мы живем в мире, который меняется постоянно, поэтому не исключено, что как только ситуация улучшится в российской экономике, мы вернемся и к более, наверное, позитивным показателям. Да, вот, кстати, о позитиве давайте мы поговорим. Кому же все-таки, да, на Руси жить хорошо, когда рубль падает? Извините, что меня так неловко вспомнил классика. Тем не менее, смотрите, Андрюш интересную идею такую подал. Ну, действительно, можно обнаружить, что официальные лица, ну, я не назову это вербальной интервенцией, ну, просто они позицию свою, да, периодически озвучивают позицию, да? Как и глава ЦБ, как и министр финансов говорит о том, что вот мы как видим нашу национальную валюту. И, по сути, это сигнал для спекулянтов, да? Бай, бай, покупай доллар против рубля, покупай евро против рубля, потому что вот она позиция, никто там сверху стоять не будет, лавины, да, эти самые интервенции. Это так, Богдан? Ну, конечно, если мы посмотрим, даже если не брать прошлый год, да, если мы посмотрим начало этого года, когда в очередной раз ЦБ снизил объем целевых интервенций на валютном рынке, причем там чуть ли не практически в первые торговые дни, рубль по отношению к доллару, вот, если смотреть фьючерс на рубль-доллар, да, рубль стоял где-то в районе, там, сейчас, наверное. Давай, давай, ты график там смотришь. Да, ну, рубль стоял в районе 33.50, да? Сейчас он, собственно говоря, фьючерс на рубль-доллар, сейчас этот фьючерс стоит 36 тысяч. Ну, без малого, да. Да, соответственно, 2,5 тысячи на контракт. При том, что, собственно говоря, ГО на контракт сейчас 1200. Это фактически получается, что если вдруг человек взял очень рисковую позицию на тот момент, потому что все-таки там плечо где-то 23-24 получается. Приятно меня заслушать. Узнаю спекулянтов, понимаешь? Нет, ну, на самом деле... Мы, понимаешь, да, переживаем за российскую экономику, за россиянина, сбережение которого обесценится. А он, значит, что там ГО, они, да, это полпять процентов, можно было столько бабла срубить. Ты к этому ведешь, что ли? Ну, во-первых, да. Во-вторых, хорошо, хорошо, приятно. Ладно, о спекулянтах забыли, мы ищем позитив, да, о спекулянтах забыли. Бюджет на пол. Вот, кстати, высокая, Андрей, да, высокая цена на них, 110 долларов в бар. Да, 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 на самом деле... Рубль-доллар стоит 36... Доллар стоит 36 рублей. Да, вы знаете... Где деньги? На самом деле, вот смотрите, по январю, по январю наш бюджет, в общем-то, закрылся с рекордным профицитом. Если я не ошибаюсь, там 9,7%, да? То есть, конечно, это, наверное, позитивная новость, это раз. Во-вторых, все-таки, вот действительно, мы надеемся на то, что какой-то отложенный эффект произойдет. И наши компании, они, конечно, хотя бы в среднесрочной перспективе, они, естественно, сокращат издержки, то, о чем говорил Богдан. Но, понимаете, с другой стороны, это может быть только среднесрочным таким эффектом позитивным, поскольку, естественно, необходимо... У компаний есть инвест-программа, необходимо, естественно, там многие крупные компании проводят программу технического перевооружения, импорт становится дорогим. Да, совершенно верно. Потому что техническое перевооружение, как правило, связано с тем, что мы принесли. Естественно, естественно. Сейчас к чему следует готовиться тем гражданам, сбережения которых, как вы справедливо сказали, обесценили? Во-первых, прежде всего, подорожает плодово-овощная продукция уже начиная с февраля. Да, февраль... То есть следует ждать продовольственной инфляции, и продукты питания будут расти в цене, к сожалению, да. Но если посмотреть на эту проблему шире, да, мы видели ситуацию, то, что происходит в Украине, да. Как ни парадоксально это звучит, любая, так сказать, турбулентность на рубежах России, она все-таки привлекает внимание иностранных инвестфондов, их, так сказать, портфельных управляющих к ситуации в самой России. Они смотрят, где можно хорошо заработать. Да, и многие, в общем-то, обратили внимание не только на украинские бумаги. Есть вот в том числе ослабление рубля, сегодняшнего или вчерашнего, с тем, что происходит сейчас. Ну, мы видели то, что сейчас достаточно такая аномичная картина сложилась на рынке российского госдолга, то есть мы видим, что, естественно, интерес упал, потому что смотрят, что горят соседи, да, соответственно, все, мы выходим, никто долго не раздумывает. Но здесь есть позитивные моменты. Вот сейчас мы прослушали, да, блок новостей. Детский мир собирается проводить IPO в Лондоне. Мы видим, что немецкая компания Мэтр Кэшн Кэрри, российская дочка, собирается в России сейчас размещаться. Потом лента, да, соответственно, это создает определенный позитив и есть ощущение того, что, в общем-то, есть активность на нашем рынке фондовым. Это может, естественно, привести к определенному росту интереса именно к продовольственному сектору, поскольку, когда растут цены, кто больше всего выигрывает от этого? Конечно, компании-дискаунтеры, да, смотрим сразу, продовольственный сектор. Магнит, Дикси в меньшей степени, да, у них высшая долговая нагрузка и так далее, но давайте посмотрим, есть магнит, да. Потом, с другой стороны, естественно, все-таки надеемся на то, что закончился отрицательный цикл для компании черной металлургии, да, и сейчас... Ой, для металлургического сектора, и как раз компании цветной металлургии, они будут восстанавливаться быстрее. А, Надежда, откуда у тебя, так сказать, что закончился этот цикл? Китай на прошлой неделе опять статистику-то не ахти какую показал. Ну, не ахти, но сейчас все-таки цены постепенно восстанавливаются, и есть ожидание того, что дефицит на рынке цветных металлов, он, в общем-то, поддержит компании этого сектора. Ну, если брать в глобальном среде, то, естественно, это какой-то позитив придет на наши рынки. Ну, если уж не дико в рост, то, по крайней мере... И, конечно же, и, конечно же, ну, мы видели ситуацию на Украине, на рынке инструментов с фиксированной доходностью, сложилась неблагоприятная ситуация, касается и российского госдолга, касается и корпоративного долга. То я думаю, что ситуация будет восстанавливаться, даже если продолжатся какие-то некандидные тенденции на российском фондовом рынке, то все-таки интерес к инструментам с фиксированной доходностью, к облигациям, он сохранится. И тут, конечно, многое будет зависеть от того, насколько быстро и устойчиво будет восстанавливаться экономическая конъюнктура в Российской Федерации. Все-таки, как бы мы ни относились к Олимпийским играм в Сочи, это было достаточно позитивным событием для мирового инвестиционного сообщества. И даже многие сейчас, и инвесторы, и если посмотреть на зарубежные деловые издания, они более позитивно уже смотрят на российский рынок в целом. Это может также иметь позитивные... Такая имиджевая составляющая для России или экономики. А сейчас у нас еще чемпионат мира по футболу и так далее. Андрюш, спасибо огромное. Давай мы со слушателями пообщаемся. У нас до перерыва немножко времени осталось. Успеем мы поговорить с Дмитрием, как минимум. Дмитрий, спасибо за ожидание. День добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я хотел бы вашим экспертам вопрос задать. Вот прогноз. Можно услышать, что будет на фондовом рынке в России в течение ближайших двух месяцев? Март, апрель. Олимпиада отшумела. Что-то особых движений мы там не увидели на рынке фондовом. Что будет прогноз ваших экспертов на ближайшие два месяца до мая? Спасибо. Понятен вопрос. Спасибо. И сразу давайте еще один вопрос, чтобы потом уже отвечать спокойно. Татьяна до нас дозвонилась. Татьяна, день добрый. Вы в эфире говорите. Спасибо. Я хотела бы задать вопрос. Вот в связи с тем, что так растет доллар. Вот у меня есть какой-то долларовый вклад. А стоит ли вот сейчас вот на таком росте, допустим, взять и на рубли поменять? А вдруг начнет рубль, допустим, расти? И я, ну, смогла бы вот сейчас по 35, а буду менять, допустим, по 30. Спасибо. То есть вы решили, так сказать, поспекулировать тоже, да? Ну, я решила, да, немножко хотя бы хоть на малышу, на колготки заработать. Колготки – это важно, Таня, я согласен с вами. Спасибо за вопрос. Спасибо. Значит, давайте так, у нас есть полторы минутки до рекламы. На какой вопрос успеем? Давайте на второй сразу, потому что, на мой взгляд, ни одного повода сейчас для укрепления рубля к 30 за доллар нет вообще. Ну, не к 30, к 33 хотя бы. Ну, я даже 33 не вижу. Я думаю, что вот где-то вот в текущих рамках, там, 36-37 рублей, я думаю, что доллар будет устаканиться, и мы будем ходить где-то рубль-два туда-сюда. Кстати, я читал, извини, пожалуйста, перебью тебя. Я читал, как раз, по-моему, вчера Силуанов выступал, и он тоже вот в ожидании баланса, да, что пара доллар-рубль уже какой-то баланс нащупала, уже мы не интервеним вроде, и спекулянты уже успокоились. Да, типа успокойтесь, все уже, достигли того, что надо. Вот это где-то справедливость, да, есть такая, помните? Справедливая стоимость. Справедливая стоимость. И первому слушателю быстро, давайте скажем, дело в том, что вот на фондовом рынке следует избегать компаний все-таки ресурсных и вкладывать в компании, которые имеют шансы на рост. Если брать акции, то я бы отдал акции именно потребительского сектора, прежде всего здесь магнит, несмотря на то, что он значительно вырос. И, может быть, следует обратить внимание на Аэрофлот, который, наверное, в текущем году, опять же, покажет достаточно солидный рост. И сейчас очень сильно он недооценен, даже если брать мультипликатор ПИ по отношению к западным конкурентам. Ну, мы берем конкурент развивающих стран, там, то же самое, Turkish Airlines. Он очень сильно недооценен, поэтому, может быть, следует обратить внимание именно и на эту бумагу. Я понял. Хорошо, спасибо огромное. В общем, более-менее мы ответили. Давайте прервемся на пару минут, рекламу послушаем, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. В студии сегодня Богдан Зварич, независимая аналитика и Андрей Дергин, руководитель аналитического отдела Альфа Форекс. Говорим мы о ситуации на финансовых рынках, о рынке российском, фондовом, о сырьевых площадках, в общем, обо всем, о чем хочем. Я можно добавлю? Подожди, я напомню. Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495 и сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, к нам можете вы присоединиться. Добавляй. По поводу фондового рынка, на самом деле ситуация такая. Во-первых, на очень продолжительном периоде времени, за последних, наверное, два с половиной года, может быть, да, до два с половиной года мы стоим, собственно говоря, в одном диапазоне. Это 2250-1550 пунктов, никак не можем выйти за этот диапазон. Сейчас мы близки к его верхней границе, но и то последние... Ты по ММВБ смотришь, да? При этом стоит отметить, что это все происходит на фоне того, что, во-первых, американцы установят все новые и новые максимумы, нефть держится достаточно уверенно на очень-очень неплохих уровнях для нашей экономики. И все это, все я к чему это все веду, да, да, сейчас американцы не отреагировали на срезы в программе количественного смягчения, да, сейчас они как бы все это воспринимаются достаточно нормально и спокойно. Но я думаю, что все равно коррекция какая-то будет, не помню, по-моему, то ли Morgan Stanley, то ли Goldman Sachs посчитали, что развивающимся рынком сворачивание программ количественного смягчения обойдется где-то чуть ли не в два триллиона, что ли. То есть там какая-то сумма очень большая. И я думаю, что в дальнейшем, на самом деле, на фоне коррекции на американских рынках, она, в принципе, она уже дозрела давно, да, и ее все никак не происходит, потому что денег еще достаточное количество. Я думаю, что на фоне коррекции мы вполне можем уйти вот к тому же уровню 1200 пунктов. Извини, я перебью все-таки по поводу технического анализа, по поводу коррекции. Если посмотреть на график, коррекция это была. Я просто все думаю, что вот надо обязательно там процентов на 30 упасть, и вот тогда это будет... На СИПи, посмотри, там нормально откорректировались, правильно, вот последние там, я не знаю, 2-3 недели. Потом опять в рост пошли. Ну да, 100 пунктов сходили. Ну и все, да, нормально, восходящий тренд, ударились в линию тренда и поскакали дальше. Все как доктор прописал. А вот это по поводу снижения развивающихся, куда же там снижаться-то, Андрей? Ну деньги-то выходят. Вы понимаете, как вот, допустим, сидит портфельный управляющий где-нибудь в Нью-Йорке, да, он на что думает, что ему Россия, что ему Бразилия ближе. Абсолютно, да. Он сидит, он сначала ему что, здесь, пожалуйста, отчитался Walmart, он хопс туда, закинет средства туда, да, посмотри потом, в крайнем случае Европа. А высокорискованные вот эти рынки там, Россия, Бразилия ему ближе, Россия остается на, я не знаю, там... На десятом месте. Да, на десятом месте. Поэтому, конечно, здесь, в общем-то, в какой-то степени, я думаю, что действительно наш рынок очень сильно недооценен. Об этом мы уже говорим третий год. И он даже был недооценен по сравнению и с турецким рынком. Но в Турции мы видим там политическая эскалация сейчас, политическая ситуация, да, там борьба идет. И, в общем-то, тоже сильно просел. И сейчас, безусловно, некоторые компании, они торгуются с дисконтом, даже наши крупные такие гранды, как тот же Газпром и та же Роснефть, они торгуются с существенным дисконтом по отношению к их крупным западным конкурентам. Компании генерируют чистую прибыль, стабильные, вы видели, Газпром даже увеличил долю поставок газа в Европу, да. И здесь, конечно, многое зависит от общего настроения инвесторов в отношении России. Если Россия смогла закрепить в умах позитивную картинку, которую мы увидели, вот все-таки я надеюсь на то, что Олимпийское ралли произойдет, да, и мы какой-то преломим вот это вот негативное отношение инвесторов. Извини, пожалуйста, вот тогда, возвращаясь к вопросу Дмитрия, который звучал, да, до перерыва, он же как раз, я так думаю, не случайно, он попросил прогноз нарисовать на ближайшие два месяца, ну, то есть до мая, до традиционного, да, там, до традиционного времени отсечек, что называется. То есть у нас остался март-апрель, вот здесь, может быть, Андрей, нам ждать этого самого ралли олимпийского? Я, март-апрель... Смотри, Олимпиада закончилась, прошла она великолепно, но я не говорю о том, что мы там всех сделали. Все, и самое время сейчас наполниться этим позитивом, и иностранцу сказать, ребята, смотрите, россияне-то, они вон что умеют, давай-ка мы будем покупать активно «Газпромы». Все зависит, знаете, от маркетинговых поездок, селзов наших крупных госбанков, вот каким образом они смогут убеждать инвестфонда покупать российские бумаги, как будет проводиться грамотно работа с инвесторами, от этого зависит и интерес к российским бумагам. Но я думаю, что по некоторым сегментам все-таки позитив будет, вот, я действительно сейчас жду с нетерпением, как проведет IPO дочка Metro Cash & Care, ведь, понимаете, немцы же тоже не дураки, они размещаются на российской, на московской бирже, да, соответственно, доверие определенное есть. И мы видим, если посмотрите, Leroy Merlin не публичная компания, да, у нас, в общем-то, но в этом секторе они показали самую существенную прибыль, чистую, соответственно, понимаете, возможно, все не так уж плохо, как мы и думаем. Даже если посмотреть на то, что стакан наполовину полон, и данное января, наверное, озвучить с позитивной точки зрения, все-таки полмесяца никто не работал, погода была достаточно теплая, соответственно, расходы не росли, да, там, на отопление, на электроэнергию и прочее, вот, может, это сдержало рост экономики, да, но посмотрим, что будет происходить весной. Сейчас настала такая достаточно, я думаю, пора принятие серьезных решений, и я все-таки надеюсь на то, что интерес к российскому фондовому рынку вернется. Именно, возможно, сейчас следует пополнять портфели бумагами, которые, быть может, немножечко underperformили, да, то есть недоросли, да, и здесь уже зависит от чутья каждого отдельного инвестора. Это да, чутье, чутье важно. Кто-то по техническим анализам, да, кто-то фундаментал, а кто-то по чуйке, основываясь на чутье. Богдан, ну и твое мнение, все-таки, смотри, если возвращаться к твоему анализу, анализу индекса ММББ, в частности, мы в диапазоне, мы близки к нижней границе, к верхней, тем более, какой рост тут может быть? Вот о том же, во-вторых, собственно говоря, в последнее время в российских бумагах не наблюдается, что называется, дивидендного ралли, потому что... Хотя уже самое время уже, да. Потому что дивиденды, в принципе, не отражают тех рисков, которые берет на себя человек, покупающий, собственно говоря, бумагу компании, да, и поэтому отношение к дивидендам уже такое достаточно спокойное. Плюс, ну, на самом деле, да, на следующий день бумага падает на размер дивиденда, и дальше она, в принципе, не растет. То есть хорошо покупать, когда ты покупаешь под дивиденды бумагу, под отсечку бумагу, бумага вырастает в ожидании дивидендов, на следующий день падает, а потом продолжает расти, да, и достигает, собственно говоря, тех уровней, из которых упала на отсечки. Вот тогда смысл участвовать в дивидендном ралли, в принципе, есть. А когда у тебя, собственно говоря, ты покупаешь бумагу, она растет, на следующий день она падает, и после этого продолжает падать, смысла участвовать в дивидендном ралли никакого, потому что там все же разница в 4% в налогах. То есть вместо 13, да, налог на доходы физические, да, мы получаем там 9, по-моему, если не ошибаюсь, это доходы на налог с дивидендов. То есть для физлица вообще, собственно говоря, вот эти вот 4% налогов, ну, это, ну, ничто, потому что он, собственно говоря, на следующий же день фактически теряет этот дивиденд. Соответственно, дивидендного ралли не будет. На мой взгляд, рынок слаб, рынок категорически слаб, потому что раньше, вспомните, там, 2006-2007 год, мы бы на таких максимумах в США, там, когда США растет, там, на процент, мы бы делали 2-2,5, а сейчас мы, Америка растет, а мы вниз идем. Наверное, не надо вспоминать уже 2006-2007. Ну, нет, ну, почему, все равно, ну, скажем так, я к тому, что парадигма рынка совершенно изменилась. И сейчас я не думаю, что иностранные инвесторы, как бы их сейчас не убеждали, как бы хорошо не прошла Олимпиада, иностранные инвесторы не готовы идти в рисковые активы, они бегают между низкорисковыми и чуть более рискованными по сравнению с этим. Соответственно, остаются у них основы сейчас американские и европейские рынки, облигационные рынки, опять же, это облигационные рынки не России и развивающихся рынков, а это облигационные рынки США и Европы, несмотря на то, что достаточно низкая доходность. Сейчас все все оценивают исключительно с точки зрения рисков. За доходностью сейчас не бегут, и, в принципе, кто-то там даже готов сейчас вкладываться под отрицательный доход. То есть здесь речь о том, чтобы сейчас себя оградить от рисков, потому что никто не уверен в восстановлении как бы мировой экономики и в том, что вот этот тренд пойдет. Когда будут уверены, тогда обратят внимание на развивающиеся рынки, и вот тогда придут там не просто спекулятивные, мелкие спекулятивные капиталы, которые могут гонять наш рынок туда-сюда, там, ну, в двухстах пунктах. Что и делают. Да, придет крупный капитал, который действительно сможет поднять наш рынок, там, ну, допустим, на новые максимумы, там, выше тех же самых двух тысяч пунктов. Но пока этого не видно, и пока не видно вот это вот смены отношения инвесторов, а, к мировой экономике, б, соответственно, к развивающимся рынкам. Ну вот, собственно, спасибо тебе огромное, я с тобой согласен. К этому и подошли, к ключевому моменту, да. Собственно, от чего зависит вот эта вот глобальная смена, Андрей, глобальная смена взглядов мирового инвестора на ситуацию мирового экономики? От пресловутого Федрезерва, который будет сокращать, не сокращать, или там объявит о ужесточении монетарной политики, и все сразу каким-то образом переориентируются. От чего это зависит, Андрей? Зависит от темпов восстановления мировой экономики, прежде всего. Но, вы знаете, у меня такое ощущение, что сейчас крупнейшая мировая экономика американская и даже экономика еврозоны, они прочно встали на рельсы восстановления. Мы много можем говорить о том, что страны Южной Европы находятся в плачевной ситуации. Но могу вам сказать следующее. Сегодня, например, все падает, растет афинский фондовый индекс. Если посмотреть на европейскую картину, по последним, так сказать, по последним долговым аукционам наибольшим спросом пользовались бумаги Португалии и Испании. Это дает высокую доходность, да, и в случае чего ЕЦВ подстрахуют, да, поскольку они продолжают наращивать даже объемы выкупа бумаг, в том числе и этих же проблемных стран. Поэтому, вы знаете, наверное, не так страшен черт, как его молюют, да, и вот ситуация на Украине тоже, многие, знаете, говорили, вот все случится страшно и так далее, но если вчера, например, уже очень сильно, и я понимаю, что там, конечно, объемы не те, да, и легче двигаться. Чтобы говорить, да, что на 15% позавчера она выросла, остановили торги даже, боже мой, все. Да, да, пять бумаг, да, и три сделки. Народ попер, видимо, оказывается, там три копейки. Но, не менее, понимаете, возможность для инвестиций есть. И если внимательно следить за ситуацией на российском рынке, то тоже есть неплохие истории. Взять прошлый год, да, там и магнит себя неплохо показал, и аэрофлот себя неплохо показал, и были другие какие-то бумаги. Всегда даже, знаете, на самом темном небе есть звезды яркие, которые должны, в общем-то, озарять путь и частным инвесторам, и крупным инвестиционным фондам. Тот же, понимаете, тот же фонд Templeton, он постоянно то наращивает, здесь наращивает, отсюда выходит. Поэтому, знаете, мы живем в реалиях, должны эти реалии принимать во внимание и сходить из того, что у нас есть. Понимаете, мы можем, конечно, мечтать о том, что однажды Москва станет тоже крупным международным финансовым центром, и все ринуться покупать наши ценные бумаги. К этому, возможно, надо стремиться, но исходить из того, что у нас есть. А интересные инвестиционные идеи присутствуют, я уверен в этом. И не так все плохо. Есть активные, динамичные компании. Да, вот посмотрите, понятно, что сделка с WhatsApp, Facebook. Тот раз Дуровский Телеграм тоже набрал огромное количество подписчиков. Да, да и тот же WhatsApp был создан как раз украинцем, который переехал в США и так далее. Понимаете, у нас тоже очень много разных интересных историй инвестиционных. Многие компании маленькие сейчас уже тоже выходят на IPO. А понимаете, уже даже сама активность, я еще раз скажу, что если там и детский мир будет размещаться, и Metro Cash and Carry российская дочка и лента, и даже это активно свидетельствует о том, что все не так уж и плохо. И следует обратить внимание на то, что есть на нашем рынке, и, возможно, именно прислушаться к зову сердца. И, вы знаете, как правильно говорит наш оракул из Амахи, по-моему, или от Орен Баффет, что инвестировать надо в то, что ты понимаешь. Вот будут расти цены. Куда люди ринутся? Люди ринутся в недорогие магазины, будут экономить. Да, следовательно, давайте смотреть, как себя чувствует магнит, дикси и так далее. Ну и исходить из вот подобных, так сказать, установок. Из подобных, да, установок подобных реалий. Надо смотреть реально. Знаете, мы сегодня, смотрите, и помечтать успели уже, да, что Москва будет, и поностальгировать вспомнили золотые 2000. А теперь остается встать на реальное, на землю, что называется, и смотреть уже вперед, и, может быть, даже на такой долгой перспективе. Вообще, 14-й год, на твой взгляд, Богдан, он будет сложным, таким же сложным, как 13-й, сложнее, или по некоторым, по крайней мере, по мнению некоторых, да, ваших коллег, которые в этой студии бывали, вот он будет, что называется, уже таким, такой базой для восстановления, что ли, вот, если так можно выразить. Если говорить с точки зрения экономики, или с точки зрения российского фондового рынка? Ну, я думаю, с обоих точки зрения. Я думаю, что год будет достаточно тяжелым, потому что, да, мы видим определенные какие-то позитивные тенденции, но Европа, в Европе еще существуют достаточно серьезные проблемы, которые нужно решать. Да, в Испании сейчас хорошо размещается, да, и это размещение поддерживает ЕЦБ, но, да, тот уровень безработицы, который там существует, и те ограничения на расходы бюджетных средств, которые существуют в Испании, которые не позволяют Испании, и другим, в принципе, проблемным странам, да, не позволяют стимулировать свои экономики, чтобы создавались рабочие места, это очень серьезно ограничивает европейскую экономику. И здесь единственным локомотивом является Германия. И, собственно говоря, да, вот существует Германия, да, существуют проблемные страны, и между вот этими вот двумя точками основными, да, существует еще такая прослойка, там, в виде Франции и еще некоторых стран. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, Германия одна вытащить еврозону не сможет. Если ей не поможет та же самая Франция, то мы можем увидеть по итогам этого года в еврозоне, там, ну, 0,3, 0,4, вот такой вот может быть рост, да. Но при этом, смотрите, да, опять же, вот еще один позитивный фактор. Греция там заканчивает, по-моему, закончила год с профицитом бюджета, если я не ошибаюсь, да. Но куда этот профицит пойдет? Только на оплату кредиторам, потому что Греция продолжает сокращать, собственно говоря, свои-то траты, сокращать траты бюджета. Соответственно, вот все вот это, вот то, что сдерживает в Европе возможности для стимулирования экономики, да, может утащить за собой, собственно говоря, не только европейские фондовые рынки, но и все остальные, особенно на фоне сокращения программ количественного смягчения. Я понял, спасибо огромное, спасибо. Богдан Зварич, Андрей Дергин сегодня в студии «Сухого остатка». Обсудили мы ситуацию на финансовых рынках. Спасибо, гости, спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов на рынке.